Хорошая новость пришла из Америки. Наш молодой певец Мирей Зинеш завоевал гран-при на международном фестивале в Нью-Йорке. Свою победу он посвящает 25-летию независимости Казахстана. Подробности у Майры Абдрахмановой. Музыкальный фестиваль в Нью-Йорке впервые завершился победой казахстанца. Жюри конкурса, в котором всегда участвовали исключительно американские певцы и музыканты, меняет свое традиционное решение. И главный приз достается нашему молодому исполнителю Мирею Зинеш. Среди участников были талантливые артисты из Австралии, Канады, Франции и Японии. Но необычная манера исполнения, голос и обаяние принесли успех певцу из Казахстана. Став обладателем хрустального микрофона, Мирей намерен и дальше побеждать на международных фестивалях. Дата этого фестиваля подошла именно к одной из знаменательных дат на истории нашей страны. Это 25-летие независимости. И я надеюсь, это будет хороший подарок нашей стране. И от всего сердца я хотел бы посвятить эту награду именно 25-летию независимости нашей Родины. Так как в этот раз в зале развивался флаг нашей Родины. Были люди, которые слушали нашу музыку. И мне кажется, что они узнали о нашей стране и будут в будущем любить ее, так же, каким мы с вами. Свою музыкальную карьеру Мирей начал в 12 лет в детском эстрадном коллективе при музыкальной школе в Усть-Каменогорске. Затем была учеба в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Выиграв академический грант на обучение, юный певец получает образование и в США. В 17 лет Мирей Зейнеш написал свои первые композиции. И в 2011 году становится победителем всемирного поп-фестиваля в Южной Корее. И сегодня 25-летний исполнитель приезжает из Астаны в Нью-Йорк, чтобы вновь показать свое мастерство. Здесь его наставником становится продюсер Берик Кульмамиров, проживающий в США 17 лет. Именно он организовывает выставки казахстанских художников на Бродвее, выпустил диск казахских песен в исполнении американских певцов и теперь настоял на участии наших вокалистов в музыкальном фестивале в Нью-Йорке. Фестиваль называется West Park International Music Festival, который базируется в основном на музыкантах Нью-Йорка. Мирей Зейнеш, американцы зовут Рей Зейнеш, так проще прононсиация на английском языке. И почему именно выбор остановился на нем? Потому что из всех казахстанских вокалистов он поет на английском языке без акцента. То есть получается, что продюсеры, когда просматривают YouTube-демо, они делают большой упор на то, чтобы был понятен текст песен, не просто музыка. Номеры исполнял в Америке свои авторские песни на казахском языке. Некоторые номера участники конкурса пели вместе. На этой сцене Манхэттена звучала музыка разных жанров. Поп, соул, фанк, блюз, кантри. И это был интересный опыт сравнить нашу школу с Жургеново, где я закончил сам. И сравнить именно школу здесь, ребят, как они играют. Так как музыка фанк и музыка вообще международный язык имеет. И в ней нет границ, поэтому они, мне кажется, поняли все. И у нас получилось такое интересное выступление с ними. После выступления Резинеш американцы были шокированы, что из Казахстана приехал вокалист, который был по своему потенциалу и по своему вокальному уровню выше, чем американцы. Это оказалось очень знаково для того, чтобы жюри выбрало его гран-при и он получил хрустальный микрофон. Мирей увлечил не только выступлениями на большой сцене, но и имеет чемпионский титул по вольной борьбе. Хрупкий на вид парень показал свое мастерство, полученное в Казахстане и отточенное в Америке. И это весьма символично, ведь двусторонние связи между нашими странами, которым уже 25 лет дают свои реальные плоды в искусстве музыки. Майра Брахманова, Ренат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, США.